Давай тогда. Слушай, вопрос первый тогда. Что приготовить на Новый год? Что приготовить на Новый год? Еду? Да, да. Ну, может быть, еду или что-то, какое-то мероприятие. Я бы какой-нибудь домашний торт приготовил. Ну, не я бы, а чтобы дома приготовили торт домашний. Просто, а то все о деньгах, о деньгах, о работе. Да, а что деньги? Самое главное, люди, как говорится, один человек. Может, какой-то особый рецепт. Рецепт особый? Да, именно твой. Не, ну я так сам не готовлю, я только чай могу. Я могу какой-нибудь там, Тин Дю Мэй или какой-нибудь чай, например, Асам. Можно ягоды, свежие фрукты, вот это все, как байский чай в глажане. То есть, это такое что-нибудь, но я сам так не готовлю. Мне, слава богу, готовится. А может, какие-то и собственные личные предпочтения типа? Личные предпочтения? Ну, я из курицы всякие блюда люблю всегда. Ну, и классические всякие, я думаю, русские, народные, традиционные салаты очень крутые. Всегда должны быть на столе. Слушай, а второй вопрос тогда. Как прошел год у БК, бизнес-квартиры? На самом деле, у нас был застой какие-то, ну, то есть, спада не было, было стабильно. А сейчас мы стремительно с каждым месяцем растем. У нас добавилась в команду очень много, очень мощных людей по сервису, ну, в основном сервис. То есть, мы прошли обучение у Брайана Брасси, и он нам объяснил, что если человек по окончанию вашей услуги не ставит вам 10 из 10, ну, вы загнетесь скоро. А если 10 из 10, вы быстро разрачнуетесь, у вас будет все круто. И мы ударили в сервис, начали бить в эту точку, и реально это круто. Когда после каждого повесновения клиента с тобой, они начинают бежать и вот еще привлекать, ну, сарафанка врубилась. То есть, можно управлять сарафанкой, в принципе, это очень мощно. Вот мы сейчас на эту пору ударили, нам повезло, еще люди нужные пришли. То есть, у нас сейчас такие девочки работают, которые реально там пашут без выходных, вообще у них нет лишней жизни, нет ничего, есть только вот сервис и БК. Ну, они горят этим, глаза горят, как все говорят, миллиардеры, если глаза не горят, вас слушать даже никто не будет. Когда глаза горят, вопросов нет. Я очень сильно кашу. Ну, и последний вопрос, это какие планы вот на следующий год? Планы на следующий год? На 16. Ну, у меня план в БК, чтобы в Москве работала. Как, что скажут на эту команду, ну, будем обсуждать. То есть, они всегда думают, ну, может быть, еще укрепимся, может, я хочу укрепляться, давайте эту. Ну, то есть, посмотрим, план, план, минимум, удвоить доход. То есть, двое количество людей, открыть еще три ноутбизнеса, старые все поддержать, сезонные проекты, тоже наша хорошая команда сезонных проектов собралась. Мы же елки делаем, потом цветы будем делать, еще что-то. Ну, то есть, хотим отработанное, чтобы курьерка была у нас хорошая, чтобы у нас товары по низкой цене закупались, ну, и так далее, чтобы все это связки работало. У нас уже команда собралась один лентгений, другой курьеркой, третий маркетингом и так далее. Все это связки работало. Другие уже там, где средства, где средства, где средства, где средства, где средства. Интересно. Ну, может, тогда еще, как примерно, вот БК будет завстречать? БК, ну, это хороший, хитрый вопрос. Поживание может быть? Ну, как БК будет много встречать, мы еще не решили, я не знаю, будет или не будет. У нас вот вечеринка была, я думаю, в январе, в конце января вечеринку сделать второй Новый год ее назвать. И второй раз встретить Новый год, ну, в конце января. Семьей БК, так получилось? Семьей БК, да? Да, семьей БК. То есть, мы, я думаю, Новый год будет в конце января второй раз. Ну, и пожелания тогда какие у нас? Пожелания кому? Выпускникам, участникам или кто хочет начать, кричит? Пожелания, да, блин, самые главные люди, держитесь в команде, потому что это самое, вообще, то, что выдержит любые... все получится хорошо ну получается санкт-кетербург бизнес-квартира и с нами был владимир кравчук